Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры нашего города. Сотрудники музеев и библиотек, деятели театра и концертных организаций, специалисты дворцов культуры, поселковых клубов, коллектива художественной самодеятельности. Приветственный адрес от главы администрации Андрея Ковалева зачитал его заместитель Павел Стуров. Сердечно благодарю вас за труд и преданность профессии. Поздравляю с праздником, желаю доброго здоровья на долгие годы, благополучия, творчества и вдохновения. Глава администрации города Шахты Андрей Владимирович Ковалев. Благодаря работникам культуры миллионы людей имеют возможность любоваться уникальными произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическими и танцевальным искусством, реализовывать свои духовные и эстетические потребности. Дипломами ежегодного городского конкурса лучший работник культуры сегодня наградили самых талантливых и преданных своей профессии людей. Обязательным стало поздравление в этот день тех, кто вносит бесценный вклад в сохранение и приумножение культурных ценностей нашего региона. Благодарственные письма и цветы – награда за их вдохновенный труд. О достижении города в области культуры с уважением и признательностью говорит, поздравляя с праздником, и председатель городской домы, глава города Ирина Жукова. У нас есть много замечательных творческих коллективов, которые не только сегодня воспитывают нашу молодежь, воспитывают наших детей, но и прославляют нас далеко за пределами границ Ростовской области. Огромное спасибо вам за это и низкий поклон, потому что это все – ваш профессионализм, ваша любовь к профессии и ваша преданность выбранному делу. Екатерина Стенякина, депутат Законодательного собрания Ростовской области, поздравила всех работников культурной сферы города и пожелала каждый день дарить людям самых разных поколений массу позитива и радости и получать взамен отличное настроение и приличный доход. Очень приятно, что вслед за первым весенним праздником, женским днем 8 марта, следующий значимый для нас праздник – это День работников культуры. Очень много всегда говорится о важности вашей работы, но давайте не будем говорить пустые слова, а по фактам. Как правильно уже сказал Павел Сергеевич, этот год – год театра, этот год – год народного творчества, объявленный губернатором Ростовской области. В перечне национальных проектов, которые утверждены президентом, особое внимание уделено культуре и целый национальный проект посвящен культуре. А значит, в ближайшие пять лет, я уверена, на обновление нашей материальной и технической базы, о которой мы все с вами думаем, мы будем получать дополнительные деньги. По поручению председателя законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко благодарственными письмами наградили директора Департамента культуры Светлану Морозову и главного бухгалтера Ирину Колычеву. Особенный подарок от Донского парламентария Екатерины Стенякиной был вручен волонтерам культуры в лице Дмитрия Самарского за активную помощь в реализации молодежных программ. Ребята приходили ко мне на прием, и сегодня, как раз пользуясь поводом, что у нас праздник, для того, чтобы им свои акции было проводить легче и интереснее, мы решили подарить им прекрасный многофункциональный принтер. В этот праздничный день все выступающие пожелали работникам культуры города постоянно совершенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать свои потрясающие идеи, превращать задуманное в шедевры, неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений и морального удовлетворения от полученных результатов. Елена Янполь, Юрий Цуркан, 33 канал.